МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Способом решили проучить насильника. Что касается второй истории убийства 13-летней Насти, с первых минут просмотра репортажа наворачиваются слезы. И встает вопрос, за что этой девочке выпала такая доля – ад на земле. Истории разные и в то же время схожие. И Ира, и Настя воспитывались бабушками, дедушками на сказках, где все дяди, пусть даже страшные, пугающие внешности, добрые, они не могут причинить зло. Утром 15 марта 16-летние Ирина и Ксения, две неразлучные подружки, студентки первого курса, пошли в туалет. Это место общего пользования в учебном заведении находится в подвале, рядом с бойлерной. Пока Ира ожидала подругу, из подсобного помещения выглянул неизвестный, а кликнул. Я просто к нему подошла. Там буквально шаг. А ты предполагала, что вот этот мужчина может напасть на тебя? Конечно нет, по нему не скажешь. Почему не скажешь? Ну, он такой как бы добрый показался, что ли. Ира – хрупкое, наивное создание. У девочки умерла мама, и ее воспитанием занимаются бабушка и дед. Выросшая на сказках бабуля, Ирина верит в добрых дяденек. А вернее, верила в них. Бармалей схватил за руку. Он меня затащил, говорит, или ты сейчас со мной спишь, или ты в понедельник приводишь какую-нибудь девушку, и я тебе даю 3,5 тысячи рублей. Я отказалась, естественно. Меня потащил на кровать. Я сопротивлялась, он меня ударил ногой в солнечное смертение, в живот. Я упала на кровать. Потом я пыталась встать, он меня за шею и опять уронил на кровать. Потом он стал раздевать меня. Встреча хорошенькой первокурсницы с рабочим бойлерной могла закончиться плачевно для девушки, если бы не ее отважная подруга Ксюша, вовремя подоспевшая на помощь. Я бы столько мило, он не сталкивался. Вообще не уходил с ней. Потом я как бы всю силу собрала, и вот второй раз его столкнула, он как бы упал на тумбочку. Подруги убежали. Ира, перепуганная до смерти, долго не могла прийти в себя. Он бы меня изнасиловал, потом бы испугался чего-нибудь там. И все, и убил бы меня просто где-нибудь, и все. Дабы отвлечь Ирину от горьких мыслей, трое подружек пригласили ее в бар. Там у девчат и созрел коварный план – отомстить насильнику. Отчаянный квартет направился в бойлерную. Мы зашли вчетвером. Он предложил нам совершить семьполовой акт всем четвером. Он разделся, лег. Мы взяли тряпку какую-то половую, завязали ему глаза. Девочка у нас взяла шахматную доску, стукнула ей по половому органу его. Вот, потом она взяла для стекла чистить такую брызгалку. Вот, набрызгала. Это его орган. Потом я взяла баночку, я просто хотела баночку, чтобы он ничего не подумал такого, просто одеть как-нибудь. А оттуда высыпался певец. Вот, видно, там зажгло, видимо. Вот, потом он начал нас обзывать. Удар доской, орошение стеклоочистителем и посыпание перцем – такие испытания выпали на долю гениталий уроженца Армении. Однако о подобных действах 68-летний любитель клубнички следователю не рассказал. Вероятно, стыдно стало. Зато поведал историю о том, как четверо путан пришли к нему и попросили секса. А он, горячий и неотразимый мужчина, не мог отказать юным прелестницам. Только вот промашка вышла, подвел детородный орган. С одной стороны, он признает сам половое сношение, но в то же время он не признает. Он говорит, что только трогал девушку руками. То, что он трогал руками полового органа девушки, он не считает, что это преступление. Он говорит, так они сами пришли и сами меня вынудили это сделать. Но взрослый мужчина в таком возрасте, сам, 68 лет, раздевается перед 16-летними девушками, даже если, как говорят, они сами пришли, то все равно надо как-то осознавать свои действия. Арменин признает только факт рукоблудия. Однако заключения экспертов говорят о другом. У него зафиксированы повреждения. Ну, незначительные, так как все это продолжалось недлительное время. Незначительные, есть кровоизлияние. Ну, что указывает на то, что половой акт был. С учетом его возраста, то, что вы обвиняемый с 1938 года рождения, ему была проведена судебно-медицинская экспертиза по вопросу, способен ли он совершать половые акты. Экспертиза не дала однозначного ответа на данный вопрос. Но, тем не менее, пояснял, что у него нет никаких конкретных расстроек здоровья, чтобы он был не способен их совершать. Хотелось бы отойти от темы мужской состоятельности обвиняемого к вопросу, почему в здании техникума, имеющего несколько этажей, туалет расположен в самом низу, в мрачном подвале, рядом с бойлерной, месте, откуда не докричишься и не достучишься. Помещение этой бойлерной, оно не относится к техникуму. Это совершенно другая организация, ею занималась, этой бойлерной. И, в общем-то, у них был отдельный выход, вход с улицы для рабочих. То есть они вообще не должны были выходить в помещение техникума. Все остальные так и делали, а вот этот обвиняемый, вот он почему-то выходил, общался с учащимися. Также в подвале по месту жительства общался с девочками гражданин Бушуев. Он работал конюхом в пониклубе, а 10-13-летние школьницы приходили в клуб на работу, переодевались в подвале дома на глазах конюха, человека опасного. Дороги Насте Сметально и ее палачей Александра Бушуева и Евгения Субиханова не должны были пересечься. В то время как кристально чистая девочка получала образование в православной гимназии, пела в церковном хоре, Бушуев и Субиханов отбывали наказание в исправительной колонии. Первый за убийство с разбоем и причинение тяжкого вреда здоровью, второй за грабеж. Когда смотришь на фотографии Насти, задаешься вопросом, за что? За что этому ребенку была уготовлена такая участь? В три месяца девочку предал самый близкий человек. Ее родная мама привезла ее на коляске к своим родителям, позвонила в дверь и убежала. Естественно, бабушка открыла дверь и увидела коляску, где была ее внучка. Бабушка с дедушкой, конечно же, окружили заботой Настю. Даже учиться девочку отдали в православную гимназию. Но заболела бабушка, ушла с работы, жить на одну пенсию стало тяжело. Не могли старики оплачивать обучение. Шестого класса Настю перевели в обычную школу. Естественно, бабушка и дедушка ее держали в строгом воспитании. Не советовалось даже, наверное, сказать, лучше носить короткие юбки. В седьмом классе Анастасия Сметалина, прилежная ученица, познакомилась с девочкой из параллели. Именно подруга привела Настю в декабре 2012 года в пониклуб «Мальвина» по улице Парковая 2. Здесь бурлила совсем другая, вольная жизнь. За полгода в этом же месте появился Бушуев. И опять стечение обстоятельств. Бушуев по последнему приговору осужденный к 16 годам заключения должен был сидеть до 2017 года. Однако освободился узник условно-досрочно раньше на 5 лет. Приехал в Пермь, прибился к церкви, а потом сердобольная подруга привела его в пониклуб. Мужчина работал конюхом, жил здесь же. Его напарник, помощник конюха Субиханов, обосновался неподалеку. По Парковой 2 вы с кем живете? В этом, в домике на колесах, с столиком, с жаворонком. Словно мотыльки слетались в дом по Парковой 2, девчата. И не только любовь к животным и возможность пообщаться с милыми пони привлекала юные создания. Здесь можно было заработать. Местом их скопления, можно даже сказать, местом, где они переодевались, перед тем, как выйти на улицу с лошадьми, был подвал. В этом полотвале и проживал Пушуев. И фактически на его глазах малолетние, несовершеннолетние девочки переодевались и выходили на работу. Удивительно, у хозяйки дома и пониклуба у самой двое детей. Рядом жили и работали мужчины с непонятным прошлым, злоупотребляющий спиртным, темные лошадки. Хозяйка конюшни просто не задумывалась о том, что может произойти с девочкой, которая ходит к ней на конюшню, которая переодевается в подвале. Ее характеризовало то, что она исключительно вела свою деятельность на получение доходов. И не более того, ее по сути не волновала судьба этих девочек. Ну, произошло, произошло. И произошло. Вечером 4 марта 2013 года Настя ждала подругу неподалеку от Парковой 2. Замерзла, решила погреться, зашла во двор дома. Хозяйки не было. Вскоре появились пьяные Пушуев и Субиханов. В какой-то момент в подвале Настя пришла в себя. Смелая девочка пригрозила мучителям. И, возможно, эти слова сыграли для нее роковую роль. Заявлю на вас. Ну, естественно, они поняли, о чем идет речь. Скажите, а после совершения полового акта ваши действия каковы были в дальнейшем? Я вот ищу ее на навозную кучу. Где эта куча расположена? Ну, около Конюшни. Там же на Парковой 2. Конюшни на Парковой 2. С какой целью вы утащили ее туда? Чтобы убить. А она была жива? Я не могу сказать, что я это... Никак не помню, я жива она была, не жива. Субиханов не договаривает. То, что творили нелюди дальше, потрясает. Субиханов вооружился ножом, как мы полагаем, после чего стал перерезать шею девочки. А в это время, согласно достигнутой договоренности между собой, Бушуев удерживал ноги Насте, чтобы она не оказывала сопротивления. И это было установлено судебно-медицинской экспертизой. Настя была жива. Мероприятия по розыску пропавшей без вести 13-летней Анастасии Сметаниной приобрели грандиозный масштаб. Лог в микрорайоне Разгуляй, несмотря на толстый слой снега, был буквально вспахан сотрудниками полиции. Искать Настю помогали и простые люди, неравнодушные к чужому горю. Проверены все заброшенные садовые участки. Водолазы по дну реки Игошиха прошли до Камы. Игошихинский некрополь исследован вдоль и поперек. Более того, ночью на кладбище в поисках девочки выходили женщины, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Был задействован аэростат. Оперативники обошли все квартиры в домах центральной части Ленинского района Перми. Опрошено более тысячи человек. Просматривались видеозаписи, изъятые в гипермаркете «Семья». В Пермском крае полицейские побывали во всех конюшнях и скотных дворах. 25 марта на территорию домовладения заехала спецтехника. Экскаватор разгребал навозную кучу. Когда достали голову, череп человека, Субиханов потерял дар речи. Правда, уже вскоре он заговорил в отделе полиции. Сейчас в ходе обращения к нам не говорите себе? Нет. С вами кто-либо участвовал в совершении этого преступления? Нет. Первоначально Субиханов всю вину брал на себя, пока не было найдено весомое доказательство причастности к изнасилованию и убийству Бушуева. На трех постельных принадлежностях, изъятых из подвала дома Бушуева, была найдена кровь Насти, причем в некоторых пятнах крови кровь была смешана со спермой Бушуева. Пермский краевой суд под председательством Евгения Герасимова приговорил Бушуева, 74-го года рождения. По совокупности преступлений назначить пожизненное лишение свободы. Субиханов, 79-го года рождения, приговорен. Путем частичного сложения наказаний назначить 23 года лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы отбывать Бушуеву в открытой колонии особого режима, в открытой колонии строгого режима. При этом Субиханову первые 8 лет отбывать в тюрьме. Всем до свидания. Александр, а не проще было признать вину, и вам бы пожизненное не дали? Вину в чем? Признать вину в чем? Вы покаяться не хотите? Нет. Вам терять уже нечего? Мне не в чем каяться. А вы на что рассчитываете сейчас? Я ни на что не рассчитываю. Мне не в чем каяться. На моих руках нет крови девочки. А как вы это объясняете, что подельник другую информацию давал следствию? Как я могу это объяснить? Я же не знаю, что у него в голове творится. Правильно? Почему, если у него есть возможность, вот на моих простынях нашли кровь, да, у него сразу появилась возможность съехать на меня. Почему бы не съехать на меня? Правильно? Тем более я уже судимый за убийство. Степень участия в жестоком преступлении у подельников одинаковая. И тем не менее, сроки наказания разнятся. Суд Беханов сотрудничал в ходе предварительного расследования со следствием. Написал явку с повинной. Именно он давал показания в отношении Бушуева. Бушуев все-таки, имейте в виду, он не признавал свою вину. Он не раскаивался в содеянном. И никоим образом не сотрудничал со следствием. Я думаю, что именно этим руководствовался суд. Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Пермского краевого суда. Страшная смерть Насти Сметаниной должна стать предупреждением другим девчонкам, пренебрегающим элементарными мерами безопасности. Сегодня у нас в гостях следователь по особо важным делам 1-го отдела Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Дмитрий Попов. Дмитрий Юрьевич расследовал уголовное дело по убийству Насти Сметаниной. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти. Скажите, вот прошло уже 4 года с момента гибели девочки. То есть прошло время. Вы это дело помните в деталях? То есть оно было эмоционально тяжелым? Убит ребенок? Его отличала неоправданная жестокость преступников. Совершенно неоправданное убийство девочки без какого-либо особого на то мотива. Кроме этого, безусловно, можно отметить тот факт, что при проведении первоначальных следственных действий и поисковых мероприятий были задействованы просто значительные силы, как нашего ведомства, так и сотрудников полиции, МЧС и иных ведомств, направленных на поиск и обнаружение останков девочки. Эти, можно сказать, два фактора определили это дело и поставили его в ряд тех дел, которые забыть трудно. Поэтому дело об убийстве Насти Сметяниной, естественно, в моей практике как следователя, оно, безусловно, стоит на особенном месте. Ну и не только как у следователя на особенном месте. Вы же мужчина, отец. Да, безусловно, когда меж детей и сталкиваешься с такой жестокостью, безусловно, тяжело вдвойне. Но, тем не менее, мы нашу работу не выбрали. Мы расследуем, изобличаем преступников и направляем уголовные дела в суд. Дмитрий Юрьевич, скажите, почему именно Настя стала жертвой? В этот пони-клуб приходило много девчонок. Почему именно ее избрали в качестве жертвы вот эти вот преступники? Настя, она абсолютно случайно стала жертвой этого чудовищного преступления. На ее месте, по сути, мог оказаться любой ребенок, который посещал так называемый пони-клуб в микрорионе «Разгуляй». Она более наивная, тем не менее, была? Более доверчивая? Исходя из того, что по сравнению с остальными девчонками и парнями, которые посещали этот так называемый пони-клуб, она наведывалась туда еще не так часто. И в силу все-таки воспитания, которое получила от дедушки и бабушки, воспитание довольно-таки хорошее, она, да, она в некоторой степени, может быть, обладала наивностью и не задумывалась о возможных последствиях посещения этого места, где проживают и работают далеко не законопослушные люди. Из числа взрослого населения. Вы разговаривали в ходе следствия с девочками, кто в тот период посещали этот пони-клуб. Почему девчонки не понимали, что вот эти вот дяденьки не опасные? И взгляды на девочек у них соответствующие, озабоченные дяденьки. И более того, если говорить про Субиханова, но он еще более-менее такой симпатичной внешности, ну, если про Бушуева говорить, дяденька со страшным, далеко не добрым лицом. Почему вот эти девчонки недопонимали, что опасно рядом находиться, раздеваться, переодеваться, общаться, заигрывать? Что там было? Они, естественно, мало задумывались о том, что более взрослые работники этой конюшни могут совершить в отношении какие-либо противоправные действия, в том числе преступления. Подавляющее большинство несовершеннолетних, которые крутились там вокруг конюшни, они происходили из семей родителей, которых, как я считаю, уделяли недостаточное внимание их воспитанию именно как своих детей. Поэтому воспитание этих несовершеннолетних, оно, так скажем, хромало. И родители не доносили до своих детей нужную информацию о том, что нельзя общаться с людьми старшего возраста, тем более в местах, где эти люди воспевают спиртное регулярно. Что значит девочки заигрывали с мужчинами, с взрослыми мужчинами? Какие-то комплименты девочки высказывали мужчинам, то есть Убиханов и Бушуеву. Те шутя сыпали, так скажем, комплиментами. Возможно, были где-то какие-нибудь хлопания по местам всем известным. Несерьезная вещь. Тем не менее, я могу назвать это заигрыванием каким-то. Девочке 13 лет. Она должна понимать, что если дяденька с ней заигрывает, это может закончиться плачевно. Еще раз повторюсь, это несовершеннолетие, это психология несовершеннолетнего и отсутствие должного воспитания. Дети недопонимали, что эти дяденьки могут быть опасными. Хозяйка пони-клуба, хозяйка дома, она взрослый человек, она не понимала, кого принимает на работу, кто живет в ее доме, тем более у нее у самой маленький ребенок. Единственной целью этой женщины было извлечение прибыли. Извлечение прибыли за счет несовершеннолетних. А содержать конюшню необходимо было взрослым людям. Естественно, за крохи, которые Иванова давала Субиханову и Бушуеву, я думаю, мало кто согласится работать. Поэтому к этой конюшне перебивались те люди, которые абсолютно не имели никакого заработка, места работы, места жительства. Им было достаточно некоторой суммы денег, жилье в подвале. И та сумма денег, которую выдавала им хозяйка этой конюшни, она тратилась исключительно на спиртное. И, безусловно, хозяйка, она понимала, что рано или поздно те люди, которые проживают в подвале ее дома, могут совершить какое-либо противоправное деяние, в том числе в отношении детей. Чужие дети? Ну да. И вот эти чужие детки, как мотыльки, слетались в этот дом, в этот пони-клуб. Что больше двигало? Желание заработать какую-то себе денежку? Или все-таки любовь к животным? Проследовав это дело, я пришел к выводу о том, что причиной того, почему эти дети стремились на конюшню, было то, что они, как я понимаю, в себе представляли, были свободными на этой территории. Родители этих детей знали, где проводят досуг девочки? Да, все, без исключения родители. Они были осведомлены, что их дети посещают конюшню. Ну, они были осведомлены о том, что они посещают некий пони-клуб, который предполагает адекватного учителя, наставника, надлежащего условия. Скажите, участь Насте была предопределена после того, как она заявила насильникам, что заявят на них? Ее бы в любом случае убили? Или если бы она об этом не сказала, она осталась жива? Ну, исходя из практики, следственной и судебной, я думаю, что можно сказать о том, что если бы после совершения изнасилования Настя просто бы покинула помещение конюшни, то не исключено, что Субиханов и Бушуев не стали бы ее убивать. Но, опять же, предопределить это нельзя. Разные ситуации бывают, поэтому с твердой уверенностью о том, что они отпустили бы ее, я думаю, говорить нельзя. Но когда она сообщила своим обидчикам о том, что она обратится с заявлением в полицию, то, безусловно, здесь уже шансов остаться живой у нее не было. Учитывая то, что Бушуев и Субиханов были судимы, они прекрасно понимали, что за изнасилование несовершеннолетний, они будут лишены свободы на длительный срок. Я не хочу делать рекламу в плане сокрытия следов преступления, но, тем не менее, преступники знали, что если тело спрятать в навозную кучу, то сложно потом что-либо найти. И, опять же, тем не менее, вид раскрыли преступления, что называется тайное, становится явным. Учитывая то, что они длительное время работали на конюшне и работали с лошадьми, ну и, соответственно, крутились возле всех этих вещей, возможно, они и обладали знаниями об этом, потому что в этой агрессивной среде все биологические объекты гибнут очень быстро. Но это лишь мое предположение, я не могу говорить точно об этом. Ну, а о том, что тайное всегда становится явным, ну, тут можно сказать, что это действительно так. После практически трех недель поисков оперативная группа вернулась в, так скажем, микрорайон «Разгуляй», и мы дошли до этой навозной кучи. Если говорить уже сегодня, да, вот про ситуацию, которая складывается, я вижу на улицах пони, кони, дети. А когда я эту картинку вижу, я так вздрагиваю, и мне вспоминаются вот те самые страшные события с Настей. Вы это тоже наблюдаете? К сожалению, я частенько вижу на улицах города, в частности в Ленинском районе Перми, детей, которые за деньги катают жителей города маленьких. И я склонен верить тому, что это дети с так называемого пони-клуба «Мальвина». Мне неизвестно, как сейчас он называется, но эти дети, как мне сдается, именно оттуда. То есть все, что было четыре года назад, все продолжается. К сожалению, та деятельность, которая осуществляется хозяйкой этого пони-клуба, так называемого, она не лицензируется, поэтому не требуется каких-либо согласительных документов получать в органах власти. А то, что дети приходят на конюшню, ну, здесь воля родителей и не воля того. Поэтому можно сказать, что, по сути, обстановка в этом пони-клубе не изменилась, потому что я вижу детей, как детей, так и шагающих с ними взрослых мужчин. Мне известно, что в тот период времени, помимо расследования уголовного дела, проводились проверки как органами полиции, так и органами прокуратуры этого заведения. Но, тем не менее, они продолжают работать. Что делать? Какой совет дадите родителям? Самый главный, наверное, совет – это более серьезно относиться к воспитанию своих детей. В сегодняшнем мире много соблазнов, которые предопределяют некое чувство свободы, ну, в том числе и в частности работы на каких-нибудь конюшнях. Поэтому просьба к родителям более серьезно относиться к детям, к их воспитанию, формировать у них желание заниматься теми делами, которые направлены исключительно на их развитие в умственном плане, в плане развития физической культуры, но никак не сходиться на том, чтобы отправить ребенка в конюшню какую-нибудь, где якобы он будет прививать любовь к животным. Я думаю, это самое главное. Дети сейчас у нас, я еще раз говорю, в нашем мире пытаются быть более свободны, и первостепенная, и главная задача – это воспитание их в нужном русле. Дмитрий Юрьевич, спасибо, что согласились прийти. Я думаю, наш разговор услышат. Я надеюсь, что он будет полезен родителям. Все-таки что может быть страшнее – потеря ребенка. Спасибо. У нас в гостях был следователь по особо важным делам 1-го отдела Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Дмитрий Юрьевич Попов. Сегодня у нас в гостях главный детский полицейский Перми Татьяна Константиновна Палева. Татьяна Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам. В то время, когда девочку разыскивали, почти три недели шли поиски, я работала рядом с сотрудниками уголовного розыска в одном кабинете. Я видела, как мои коллеги сутки не уходили со службы. Каждый сантиметр земли, это в условиях морозов и большого снежного покрова, был вспахан. Как вашим девочкам пришлось в те дни к сотрудникам ПДН? Надо сказать, что сотрудники ПДН тоже были рядом с сотрудниками уголовного розыска. Кто-то также обходил территорию, обходили кладбище, которое недалеко от дома находилось. Другие сотрудники осуществляли мероприятие по розыску несовершеннолетней и искали детей, друзей, которые могли ее видеть и найти хотя бы последнего человека, кто видел эту девочку. Конечно, работа была сделана колоссальная. И каждый день мы верили в то, что еще найдем девочку, но в то же время мы понимали, что время работает против нас. И когда уже нам сообщили о том, что найдено тело девочки, мы, конечно, все безумно расстроились, потому что до конца верили и хотели, чтобы девочка была жива. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. А что было с кладбищем? Я помню, рассказывали, что жутко даже сотрудникам полиции было. Была такая информация о том, что девочка частенько проходила мимо кладбища, когда домой возвращалась. То есть она была одержима и не боялась именно вот этой дороги. Шла туда, чтобы сократить расстояние. И когда сотрудники полиции прочесывали это место, конечно, мы понимали, что эта дорога не для ребенка, не для девочки, которая пропала и которую надо было найти. Поэтому вот эти вот жуткие места, которые мы прочесывали, конечно, они наложили свой отпечаток. И какое-то такое чувство было таинственности, неопределенности. И мы не понимали, как ребенок может пройти по этому месту и выбрать его практически для постоянного пути. То есть это было непонятно, абсолютно такая ситуация. Идешь по дороге, и ты понимаешь, что здесь проходил ребенок. Взрослый человек пугался и шел содрогая сердце. Захватывало дух и не понимали, как можно пройти этот путь. Девочки в этом возрасте еще не умеют определять, добрый или плохой дядя. Их двое преступников. Субиханов, он, ну да, может быть, располагает к себе. А что касается Бушуева, ведь вот на него, посмотришь, жутко становится. Не видели? Не понимали. В силу возраста не понимали. Потому что когда разговаривали с девочками, они так и говорят, мы не думали. Мы не ожидали, не предполагали. И не могли даже в мыслях держать такую ситуацию о том, что нужно быть вот настолько осторожным, чтобы что-то ожидать от этого человека. Поскольку они общались с ним, и он не вызывал, по крайней мере, вот у них вот какое-то такое вот опасение. Ну это, наверное, с годами приходит, когда можно понимать похотливый взгляд и какой-то там интерес. А девчонки еще были в силу своего возраста наивны, доверчивы. И, наверное, вот это вот и повлияло, их доверчивость. Вы проводите беседы с родителями в школах? Обязательно, обязательно. Работа любого инспектора, это прежде всего направлено на профилактику. Здесь мы выходим на родительские собрания, общаемся уже с детьми, которые попали в наше поле зрения, и с родителями, законными представителями. И всегда говорим о том, что безопасность – это прежде всего в руках самого человека. Как мы говорим, что спасается человек, хватаясь за любую соломинку. И говорим, что безопасность в руках самого человека. И с детства говорим о том, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо и что такое плохо. А этому может научить только родители. Как раз это Настя, она воспитывалась замечательными бабушками и замечательным дедушкой. Мама, к сожалению, у ребенка рядышком не присутствовала. Девочка-то ведь очень хорошая, про нее говорят, что она такая вот как раз в сказки, наверное, верила, в добрых людей. Бабушка с дедушкой, которые дали доброе воспитание ребенку, они знали, куда Настя ходит? Бабушка с дедушкой знали. Они знали, но опять же получается такая ситуация, что никто не мог предвидеть. Никто. Бабушка с дедушкой даже приветствовали это, поскольку девочка с детства любила животных и очень хорошо отзывалась о лошадях. Любила ухаживать за лошадьми, приносила даже какие-то корочки, хлеба. То есть выражала, ну, такую любовь к этим животным и всегда, ну, с радостью шла к ним, ожидая того, что, ну, вот этими животными она встретит какую-то, ну, наверное, взаимную любовь. Покормив лошадь, она понимала, что вот эта лошадь отвечает ей взаимностью. Это, наверное, может быть, даже недостаток материнской любви сказался, что вот она понимала, что вот добрые глаза лошади ей о чем-то говорили. Поэтому бабушка с дедушкой, в общем-то, не препятствовали этому увлечению и знали, где проводит время их внучка. А другие девочки приходили все-таки заработать или вот так же любовь к животным? Прежде всего, любовь к животным. Вот эти были девчонки, которые не ставили перед собой материальную какую-то выгоду. Хотя, конечно, вот эти вот денежки, которые они получали, они тоже были для них, ну, не лишними, скажем так. То есть это вот желание самоотвердиться, купить какую-то мелочь, да иметь просто карманные деньги на мелкие расходы, это тоже было, в общем-то, привлекательно девчонкам. Но первое, что ставили они во главу угла, это, конечно же, уход за животными. Это ладно. А что касается, опять же, вернемся в конюшню. Дети, подростки, девочки приходят в такие же конюшни. По истечении времени сейчас уже индивидуальные предприниматели, которые имеют лошадей и которые приглашают там себе несовершеннолетних для ухода за лошадьми, значит, берут разрешение от родителей. И в каждой конюшне, где используются такие детские, скажем так, возможности, уже есть списки родителей, где указано о том, что я такой-то разрешаю своей дочери либо своему сыну ухаживать за лошадьми. С одной стороны, индивидуальные предприниматели, они снимают с себя долю ответственности за любую ситуацию и перекладывают на родительские плечи. А с другой стороны, родители сами идут на этот шаг и понимают, что любовь к лошади, она, в общем-то, значима для ребенка. И таким образом, ну, наверное, организуют еще и досуг своему ребенку во внеучебное время. В летний период времени это серьезная проблема, я бы сказала, для города Перми. Хотя у нас есть уже пониклубы, которые прислушиваются к нашему мнению и стараются выехать за пределы города Перми, где, как они говорят, меньше контроля, меньше бдительности. Ну, видимо, не было у них еще подобной ситуации с трагическим финалом. Мы повторяем эту историю страшную не для того, чтобы испугать, а для того, чтобы предупредить. И еще, Татьяна Константиновна, у нас приближается летний период. Если уже отойти от этого страшного убийства, Насте, что бы вы хотели сказать родителям, в чем уязвимы наши детки летом? Длительные каникулы. На что обратить внимание? Конечно же, мы всегда говорим о том, что если ребенок не занят, это ребенок, который предоставлен сам себе. И очень сложно родителям, которые работают в течение всего дня, некоторые родители с одной работы вечером бегут на другую, и очень сложно в это время проконтролировать ребенка. Поэтому мы всегда говорим о том, что родители изначально, уже сейчас, должны каким-то образом решить вопрос занятости в летний период. Хорошо, когда есть бабушки, дедушки, которые способны проконтролировать в летний период. А еще лучше, если вместе с детишками выйдут на дачу, заберут их с собой, либо на побережье, в места теплые. Но, к сожалению, это могут сделать не все. Поэтому мы всегда говорим о том, что необходимо все равно с ведомствами, это с образованием, решить вопрос о том, куда ребенка в летний период направить. Как правило, июнь месяц во всех образовательных учреждениях идут так называемые площадки, где можно детей организовать, накормить и еще и досуг правильно провести. Ну и в летний период, конечно, многие родители стараются трудоустроить своих детей, если они достигли возраста 14-летия. Для того, чтобы ребенок, ну, по крайней мере, понимал, что такое труд. И я считаю, что это абсолютно правильное решение родителей, поскольку здесь родители с правильной позицией воспитывают ребенка. Ну и, конечно же, контролировать в обычное время круг его общения. В последнее время большую тревогу вызывают общение детей в сети интернет. И когда мы выходим на родительскую аудиторию, всегда говорим о том, что вы должны знать круг общения ребенка и круг интернет-сообщества. Если раньше говорили только про друзей, то теперь обращаем внимание уже на те сети, которые посещает ребенок. Сайты, куда он заходит, что его интересует, и какие проблемы его волнуют. И сейчас уже и психологи об этом говорят, что зачастую именно на страничках в сети интернет ребенок высказывает свои мысли, свои проблемы, свои тревоги. И именно с надписей, с фотографией, с ссылок, куда выходит ребенок, можно понять, что его волнует. И я думаю, что родители уже, ну, наверное, 90% имеют возможность приобрести ребенку компьютер. Это уже, ну, наверное, как сотовый телефон у первоклассника в наше время уже стало. Поэтому, уважаемые родители, хотелось бы обратиться к вам для того, чтобы проверить странички, которые посещает ребенок. Я думаю, что многим из вас будет это небезинтересно сделать и понять состояние ребенка, самочувствие и те проблемы, которые его волнуют. Татьяна Конциновна, спасибо, что вы при своей загруженности нашли время и приехали к нам. Я думаю, что работы в вашем направлении будет меньше, бед с нашими детками совсем не будет. Хотелось бы. Хотелось бы очень в это верить. Я надеюсь, что эти все встречи все-таки они на пользу и во спасение. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. У нас в гостях был главный детский полицейский Перми Татьяна Палева. Очень хочется, чтобы страшных историй, таких как убийство Насти Сметаниной, не стало. Но, как показывает жизнь жертвами насильников и убийц, с определенной периодичностью становятся дети. Учителя полицейские проводят с подростками профилактические беседы. И это необходимо делать, это правильно. Только в первую очередь о мерах безопасности с детками должны говорить родители. Те же бабушки, дедушки. Не в сказке живем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова